Казалось бы, известная истина. Закладчики – пушечное мясо для наркодилеров, прямые ассоциации легкого заработка, конвой, железная клетка, наручники. Но на чужих ошибках не учатся. Очередным фигурантом уголовного дела становится неоднократно судимый Бобручанин. На первый взгляд работа не пыльная, но 100% роковая. Для одного из покупателей доза альфа-ПВП становится последней. Следствие устанавливает, потерпевший погибает от употребления того самого наркотика, который помещает в тайник так называемый работник теневого магазина. Двое малолетних детей остаются без отца, жена без мужа, семья без добытчика, закладчик без будущего. Мужчину привлекают к уголовной ответственности по части 5, 328 статьи, где бывает бесплатный сыр, осужденный осознает только сидя за решеткой. А ведь он мог стать хорошим сварщиком. Я понимал, что это не будет длиться вечность, и меня рано или поздно поймают. Наркотики не только вред приносят, а что от наркотиков погибают люди. Для меня это известная была информация. Разумеется, я об этом знал и понимал, но я об этом не задумался. Всегда же думаешь, ну, это не от твоих наркотиков умрет, а от других там каких-нибудь. Ты приносишь боль и горе любящим и близким тебя людям. Оно точно не стоит того, и никаких денег мира не стоит. Не то чтобы даже 17 лет, даже 5 лет потерянных, вырванных из жизни. Позже мужчина признается, на отчаянный поступок подтолкнула наркозависимость. В деле он не новичок. Три месяца так называемой подработки и 6 210 ночей в неволе. Вот она, обратная сторона мимолетного кайфа. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 100 базовых величин. Применена специальная конфискация мобильного телефона в доход государства как средство совершения преступления и также взыскана сумма полученного преступного дохода за период его преступной деятельности. Молодость, зрелость, самые лучшие годы жизни придется провести за решеткой, к сожалению. И мы объясняем это и молодым людям. Проводим беседы со школьниками, со студентами и объясняем неотвратимость и суровость ответственности за разного рода преступлений. И молодые люди, не достигнув порой даже совершеннолетия, получают как минимум 10 лет за распространение особо опасных психотропных веществ в составе организованной преступной группы. Ну и, соответственно, всю молодость они проводят в местах не столь отдаленных. Наверное, такая перспектива вряд ли кого-то порадовала бы. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за употребления наркотиков умирает порядка полумиллиона человек. Казалось бы, какие еще аргументы, примеры, факты нужно привести, чтобы человек задумался. Дурман отнимает самое дорогое. В Бавруйске в прошлом году на грани жизни и смерти в больнице доставлены 10 человек. В этом уже два. Диагноз у всех один. Передозировка. Проблема наркомании существует не только в Республике Беларусь, но и в нашем городе. Количество лиц, состоящих у нас на учете, несмотря на то, что оно снижалось все годы за последние пять лет, в этом году немножко начинает расти. У нас на учете состоит 234 лица, страдающих синдромом зависимости от наркотиков. То есть это больные наркоманией. И 78 человек, которые периодически употребляют наркотики. То есть они находятся под профилактическим наблюдением. Мы их наблюдаем для того, чтобы болезнь не перешла уже в зависимость. Радует тот факт, что нет несовершеннолетних, состоящих на учете. Несмотря на то, что прошлые годы у нас такие пациенты регистрировались. Паранойя, выраженная тревога, бред, галлюцинации. Если с первого раза наркотик и не лишает жизни, то каждая доза методично убивает клетки головного мозга. Поражает легкие, почки, печень и другие органы. Страдают память, зрение, умственные и психоэмоциональные способности. Человек больше не может адекватно реагировать на происходящее. Живет в иллюзорном мире. Зависимость это психика раба. Но разрушается и вся та структура, которая находится рядом с человеком. Его близкие, мать, отец, сестры, братья, дети, жены. Они получают настолько неизбывные травмы на всю оставшуюся жизнь, что, в общем-то, наверное, если померить это на каких-то весах, то, наверное, это удовольствие минутное, которое получает наркоман от употребления особенно первой своей дозы, так называемой. Несравнимо ни с чем. Наркобизнес сегодня безлик, жесток, беспринципен, беспощаден. Все попавшие в сети расходный материал. Единственная цель нанимателей – обогащение за счет чужих судеб. Для вербовки организаторы используют один и тот же подход. Обещают быстрый и совершенно безопасный доход. На удочку курьеры как один попадаются в мессенджерах. Только в 2023-м по 328-й в Беларусь осуждены 2230 человек. Выявлено 39 каналов поставки наркотиков. Пресечена деятельность 30 теневых магазинов. Двигатель – неиссякаемый поток курьеров. Сотрудниками наркоконтроля УВД Бобрусского грузополкома в 2023-м году было выявлено свыше 100 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Свыше половины из них непосредственно связаны со сбытом наркотиков. Установлено 4 лица, занимающихся поставками наркотических средств на территории Республики Беларусь. Выявлено 9 помещений, специально приспособленных для выращивания наркосодержащих растений. Установлено около 15 лиц, причастных с сбытом наркотиков в качестве закладчиков. Также установлено 3 лица, которые сбыли наркотики, от потепления которых потребители впоследствии скончались. Беларусь ни днем, ни ночью не прекращает бороться с наркобизнесом. Выращивание, поставки, закладки эти вопросы на особом контроле прокуратуры. Негативные последствия вынуждают рассматривать проблему не только как уголовно-правовую, но и обще-социальную. Задержан гражданин, который осуществлял в дневное время раскладку наркотиков в городском парке. Только благодаря бдительным гражданам, которые застали за этим занятием, он был в дальнейшем задержан и в настоящий момент арестован в отношении расследуется уголовное дело. Мы должны понимать, что надо уделять внимание этому злу. Ну и каждый должен принимать меры к тому, чтобы его родные и близкие не попали под журнала этого страшного молоха. По подсчетам экспертов, любитель острых ощущений в течение жизни вовлекает в употребление от 5 до 17 человек. И это не просто статистика. За цифрами стоят реальные судьбы, чаще сломанные. Кто-то скажет, наркомания бич современного мира, и она непобедима. Но ведь она выбирает тех, кто живет в лени, праздности, скуке. И если ей не противодействовать, крах неизбежен. Дурман бьет без промаха, оставляя за собой лишь разгромленное пепелище. Друг получил семь лет. Один четыре года получил. Друг за то, что закладки закладывал, попался. Наказ попался за употребление распространения, дали 15 лет. Те люди, которые употребляют наркотические вещества и распространяют его, должны быть строго наказаны. И я отношусь к ним негативно. Даже недостаточно будет просто закрыть этих людей, объяснить. Я даже не знаю, но я считаю, что очень жестко должно быть. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели.